Ух ты! И снова я, Александр Кривола, Печенег. Ребята Свято-Преображенских, я церковь. Которая была построена в Печенегах в 2001 году. Продолжаем прогулку по Печенегам. Прогулка по Печенегам. Проедем по улице 1-го мая в сторону Декан. По улице 1-го мая прямо у нас магазин ПОС, продукты ПОСАД. Поворачиваем на улицу. 1-го мая едем по улице 1-го мая. Потом повернем мы на улицу Богдана Хмельницкого. Проедем мимо... Проедем мимо 22-го дома. Мимо школьного дома. И заедем мы на площадь. На Печенижскую площадь, где проводятся все мероприятия, которые происходят в Печенинах. Сейчас будет поворот направо по Богдану Хмельницкой. Мимо коммунхоза. Наш коммунхоз Богдана Хмельницкого, 21-го. С левой стороны находится дом 22-й. Вот мы к нему сейчас и будем ехать. Поворачиваем к дому. Здесь я, наверное, пойду пешочком. Иначе я могу упасть на велосипеде. И здесь находится 22-й дом. Дом 22. Сейчас хорошо. Дерепья растут возле дома. Дом 22-й. Дом 22-й. Здравствуйте, Николай Викторович. Да, идем. Снимаем. Это ж... Батан Хмельницкая, 22-й. Ну, спасибо, Николай Викторович. Так, идем. Спасибо. К ДК. А потом... Назад. Ага. Так, идем мимо 22-й. Мимо 22-го дома. За 22-м домом находится школьный дом. Школьный двухэтажный дом. Здесь красиво, да? Деревья растут возле подъезда. И едем мимо 20-м. Мимо школьного дома. В сторону улицы Ленина. Или улиц... Как ее сейчас называется, улица Независимости. По старой привычке улица Ленина. Я поехал на велосипеде. Ну что, ребята. Едем, едем. Это бывшее здание аптеки. На той стороне аптека. Взле аптеки почта. Переезжай. Там пенсионный. Поехали к пенсионному. Подъедем чуть-чуть. Почта. Поселка Печенеги. Возле почты стоит аптека. Обожаемое здоровье. И здание нашей пенсионной... Пенсионное здание. Главное управление области Почениск. Смотрите, ребята. Ну что это получается? Районное печенежское здание пенсионное. Ну что это? Получается что? Бессовестные люди. Получается, бессовестные люди. Плобили, покрошили. А так красиво, да? Красавица дом. Красивое здание. Печенежской. Пенсионный. А так красивое было. Все сделали аккуратненько. Нет. Какие-то варвары. И ремонтом почему-то еще не занимаются. Едем, ребята. Посмотрим другое здание. Центр занятости. Там тоже, по-моему, красивое. Здрасте. Сейчас повертаем направо. Это был Райкомовский когда-то магазин. Когда-то был Райкомовский магазин. Печенеж. А вот красивое здание центра занятости. Красавец стоит. А почему бы такое пенсионное не сделать, да, ребятка? Красава. Поворачиваем. Здесь поселковый совет. Наш Печенежский поселковый совет. Возле поселкового совета чистота и порядок. Цветочки, цветочки, цветочки. Это наша площадь. Где происходят все мероприятия, которые проходят в поселке Печенеги. I love you, Печенеги. На этом месте стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину. Ленину. Но его убрали. Боятся, наверное, тени его. Старая власть убрала. Власть Порошенко. Наш ДК. Наш ДК. Давайте объедем грунт ДК. Уже начинает опадать. Красава. Ёлочки красивые. Наш ДК. Наш клуб. Больно. Возле ДК цветочки растут. Это наш ДК. Клуб. Наш клуб. Так мы прогуляемся по Печенегам. Пешком далеко. То есть, давай, иди анализ в велосипеде. Быстренько. Раз, два, и проехал. Наш красивый дом культуры. ДК. Красавец стоит, да? Мне очень-очень нравится. Его реставрировали. Я не помню, каком году. Его реставрировали. Вот мы объехали кругом ДК. Там памятник солдату. Это другая история. Здесь летняя площадка. Она закрыта давно-давно. Здесь крутили фильмы летом. Летняя площадка. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола. Печенеги. Пока-пока, ребята. Всем привет. Кто жил в поселке Печенеги. И кто не может приехать домой. Хоть на пять минут. До скорого. С вами был Александр Кривола. Печенеги. Пока-пока, ребята.